Добрый день! Ну что, друзья, мне кажется, пришла пора поговорить про главную боль и любовь всей моей жизни — писательство. И главная цель этого видео, наверное, поддержать других людей, кто также занимается творчеством и выбрал этот путь нелёгкий, о чём я сама знаю, не понаслышке. Также, если вам вдруг интересно, как живут творческие люди, с какими переживаниями они сталкиваются, возможно, будет интересно. И просто, если у вас есть большая мечта, не связанная с творчеством, писательством, художничеством, музыкой и так далее, но там какой-нибудь бизнес или всё такое, возможно, что-то откликнется тоже, посмотрим, я не знаю. Видео будет в сессете с двух частей. Сначала я расскажу свою историю, чтобы вас погрузить в контекст, но это будет выжимка, иначе мы тут засядем, как у Кристофера Нолана будет три часа фильм. А вторая часть — это моя любимая рубрика о выводе. Погнали! Итак, я пишу столько, сколько себя помню. Первую историю сочинила где-то в пять или в шесть лет, в общем, как только мне научили, как нужно писать, собственно. Это была история, которая до сих пор где-то дом там валяется вроде как, про девочку, которой вместо волшебной палочки была роза. Вот так. Просто и со вкусом. Собственно, и потом я писала вот всю жизнь, постоянно сочиняла какие-то истории, иногда что-то там своё придумывала. Другой раз это были мои версии популярных на тот момент историй, там, типа Гарри Поттера и так далее. Только у меня там девочка была и школа ведьм, ну, в общем. Например, в десять лет сочинила, начала писать... У меня родилась сестра двоюродная, я начала писать историю, как бы ей потом подарить. Это была история девушки, которая влюбилась в ангела, и она там что-то прыгала со скалы, чтобы его увидеть. В общем, страшное дело. Ну, я думаю, что это какой-то аналог русалочки был. Anyways. Я не знаю, почему писательство меня выбрало. Да, я считаю, что это тебя выбирает. Возможно, потому что у меня всю жизнь была бурная очень фантазия, воображение. У меня, например, была сестра-близнец очень много лет воображаемая. То есть как бы я знала, что я её воображаю, но при этом я её настолько явственно воображала, что она была как настоящая. Вот, дед мне подыгрывал, покупал чипсы нам и мне, и Тоне. Так как я не очень умею рисовать, я пробовала, помню, в детстве рисовать, но вот именно через писательство я могла взять ручку, карандаш и соединить то, что я вижу, и то, что я придумываю, и действительно это выплеснуть. То есть оно из моей головы получалось... Да, как бы в детстве, понятно, криво. В общем, смысл в том, что именно писательство позволяло мне это реализовать, вот создать свой мир, как я его где-то у меня в голове придумалась, так его и воплотить. Написала я, писала в стол пока однажды, до 17 лет не начала писать книгу, которая будет та, которую первую всё-таки издам. Там ещё долгая история, писала её 6 лет, забрасывала, снова к ней возвращалась, там была неуверена, стоит ли её писать или вообще, в общем, ну такая, как бы очень много сомнений. Вот, и всё-таки спустя 6 лет я её закончила, ещё год потом уйдёт на подготовку к печати. Изначально я отправила её, да, в какие-то издательства, там Exmo, Rossman, мне никто не ответил. Собственно, я её потом издавала сама, взяв кредит на сто с лишним тысяч. В общем, какая там была история, почему эпопея вообще случилась? У меня был на тот момент блог ВКонтакте, который был 12 тысяч человек, все реальные, потому что я закупала рекламу очень активно, там писала всякие истории. И у меня была математика моя, что из 12 тысяч человек 400 экземпляров распродать — это вот. Собственно, я взяла вот этот кредит, начала их издавать, и оказалось, что него. И у меня очень сильно перекрыло, потому что я-то думала, что я сейчас буду новой Джоун Роулинг, потому что у меня книжка была в жанре фэнтези. Но я была не Джоун Роулинг, я была Джоун Роулинг куда-то вниз в своей жизни. Потому что начался массовый запив, заев этого стресса, ссоры с парнем, с которым я тогда жила. Депрессняк такой — это просто один из самых тёмных периодов в моей жизни. Я могла месяц не выходить из дома. Я, так как я выпустила её в 24, видимо, оказалась морально не готова к какому-то такому крушению каких-то штук. То есть я вот это не трогала, оно лежало, я писала в стол. Потом я поверила так сильно, что и сдала, а в итоге... И, собственно, два года ушло на то, чтобы это всё отпроцессировать, просто хотя бы принять. Так, перематываем немного вперёд. Вот, 2020 год. Я сижу в Мексике, рассталась с парнем, с тем самым, с которым тогда ругалась. Грустно там, переживаю. И вдруг мне приходит название новой книги. Если бы черёмуха умела петь, она бы пошла в караоке. Я его сразу записываю и начинаю писать, как ни в чём не бывало. Хотя на тот момент я уже несколько лет ничего там не писала, не сочиняла. За исключением там пары рассказов ещё там давно и по работе. И прям пишу про вот по свежим следам, про вот это вот своё там расставание, про какие-то свои переживания. Но всё немножко в таком магическом антураже, потому что... Моя первая книга вот была фэнтези, но и мне всегда, как бы я очень восприимчивый к чему-то волшебному человек. Вот я говорила в прошлом видео, что я люблю мультики, вот всё вот связанное с магией. И поэтому, собственно, для меня это важный элемент в литературе. Но с фэнтези получилась травма, потому что, когда я издала вот первую книгу, там все говорили, что фэнтези не читают. Оказалось, никто не читает фэнтези в моём окружении. Так я немножко у меня отбила желание писать именно фэнтези, прям чистые. Но я открыла для себя новый жанр — магический реализм. Потому что это была смесь моих каких-то историй, вымышленных историй и магии. В общем, три месяца ушло на то, чтобы написать черновой вариант книги. Три месяца по сравнению с предыдущими шестью годами. Это вообще, можно сказать, ничего. И я научная опытом теперь уже издала 100 книг, тираж. Его распродала, даже потом доиздавала второй тираж. В общем, как бы... Девочка-то запоминает ошибочки свои. Мотаем дальше немножечко. Это 2021 год, когда я ещё готовилась к изданию вот этой второй книжки. У меня пришла идея третьей. Это был сборник рассказов о жизни, счастье в простых вещах. И такое немножечко моё тоже резюмирование. Как бы вот 10 лет жизни с 20 до 30. Эта книжка, которая третья и жизнь продолжалась, она вышла в прошлом декабре. Вот, это, если коротко, мой писательский путь. В общем, что мы имеем на сегодняшний день? Я издала три книги, получается. Ну, там ещё, короче, была история с... Я издавала сборники заметок из этого блога, но, говорю, долго-долго-долго. Ля-ля-ля. Три книги прям большие я издала. Их почитал где-то человек 200, может быть, чуть больше. Пока всё. Нобелевской премии пока что нет. Но! Можете считать меня Дэ Лулу, но я всё ещё как бы верю, что эти мечты, они реальны. Я знаю, что у меня классные книги и предложенных каких-то ещё внешних факторов, там, удачи и всём таком, всё ещё может случиться. Ну, а теперь к выводам. Итак, первый вывод. Мы живём в такое время, когда, к сожалению, друзья, я сама расстроена, но вот я думаю, что это так и есть. Просто сама по себе хорошая работа тебя не продвинет. Потому что нужен личный бренд. Ну, вот так. Если раньше, возможно, можно было просто, будучи ноунеймом, принести свою рукопись там в какое-нибудь издательство, то теперь издательства рассматривают чаще либо конкурсные работы, или если у тебя есть блог, даже если ты пишешь графоманию откровенную, или там, я думаю, это и в других творческих направленностях работает, шансов у тебя больше, чем если ты реально талантливый человек, но, как бы, ничего не делаешь для этого. Нужно буквально за шкирку себя везде тащить, что-то делать, продвигать там нетворкинг, тоси-боси, и тогда шансы возрастают. Второй вывод. Творческая вот эта натура твоя, там, писательство, художничество, мудрничество и всё такое, оно, скорее всего, тебя выбрал не просто так. Я говорю, я уверена, что он тебя выбирает. И да, ты можешь от этого отказаться, забросить, заняться какой-то стабильной деятельностью. Мне кажется, он у тебя как, это, будет haunt you, как призрак, и иногда где-то пробиваться и говорить, ты чего? Это моё мнение, и можно с ним не соглашаться. Если забросишь свою мечту, будет ли жизнь настолько наполненной? Но с этим мы переходим к третьему выводу. Есть решение, как я считаю. Добиваться своей мечты, идти к ней там, да, всё делать, но не ставить всё на кон, на эту мечту, не откладывать свою жизнь, не думать, что, там, вот, когда я буду известной писательницей, тогда-то вот заживу, тогда я буду счастлива. Да нет. Мне и сейчас нравится моя жизнь, мне нравится, в ней много творчества, в ней много путешествий, в ней много каких-то маленьких штук, как эта чаечка, которая ко мне прилетает год, ну, в общем, всяких приколов моих. И моя жизнь сейчас классная, но если у меня получится получить призвание, если у меня получится получить Нобелевскую премию, это будет вау, это будет очень классно. При этом, если не получится, но я прожила вот эту вот классную жизнь, это тоже... Я ничего не потеряла, потому что тут ещё много очень факторов всяких включено, да? Четвёртое. Это... Это нелёгкий путь, это правда, это трудный путь, и я прекрасно понимаю всех, кто это проходит, потому что это действительно тяжело, тяжело получать отказы или вообще, когда тебе не отвечают, тяжело, когда не могут оценить по достоинству то, что ты создаёшь, какую-то в душу всю, там, вкладываешь, а это не ценят, тяжело в целом, не знаю, вот за это всё бороться, за какое-то там внимание или ещё что-то, особенно, когда ты там видишь, как, я не знаю, какой-то мужик тёркой водит по микрофону, и у этого там тысяча лайков, просмотров, но даже не лайков делал, ну, для меня больше вопрос, чтобы люди просто прочитали хотя бы книгу, но это правда тяжёлый путь, но я думаю, что он же стоит того, ведь это же изначально ты этим начал заниматься, потому что оно делало тебя счастливым, ну, это я вот так себе говорю, что я это пишу, я ещё в школу не пошла, когда я начала писать, и это всю жизнь со мной было, значит, это же для чего-то нужно было мне в первую очередь. Да, нету того, что я думала, может быть, с чего я заслуживаю, но при этом изначально в этом совсем другой смысл же заложен, что эти истории мне позволяют описать мир. Вот так. Последний вывод, банальный, но не надо сдаваться. Да, иногда можно сказать, да пошло оно всё, полежать, погоревать, поплакать, можно какое-то время остать, сказать, ну ты всё, надоело, как у меня вот было во время депрессии или ещё что-то, типа отгоревать это можно, но потом руки в ноги, ноги в руки и снова, и пытаться ещё раз, а может получится, а может в следующий раз получится, а может вот, а вот может быть в следующий раз получится. Я пока говорю, что с позиции человека, у которого не сказать, что прям получилось, но мне кажется в этом ключе. Ну, в общем, надо продолжать, ведь большие мечты стоят того. Главное, как я сказала, не забрасывать свою жизнь, другую, потому что она прямо сейчас происходит, надо об этом помнить, она не потом будет, она прямо сейчас тоже есть. Фух, ну что, на сегодня хватит, я думаю, много всего получилось, и я надеюсь, что хоть кого-то вдохновило не бросать то, что, возможно, бросали или думали об этом. Всё получится, всё нормально будет, надо продолжать. И я не буду бросать, постараюсь. Вот блог «Что думаете?» просто так, что ли, снимаю? Тоже, в том числе, для своих книжечек любименьких. Вот, погнали, в общем, продолжаем. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok